Приветствую, доброго времени суток! Всем, кто меня видит и слышит, с вами, как всегда, Гарги, и это первая серия Тетрадь Смерти. Так, что здесь происходит? Это мы куда летим? Куда это мы летим? Ё, впасть! Кому-то. Вообще, у меня есть идея, но потом расскажу. Сразу заявляю, это аниме я смотрел когда-то, кажется, уже лет 10 прошло, ну или там 5. Я помню, что это все боги смерти и что-то в этом роде. Мы так летели через... Ну что, опять пара черепов? Эй, я выиграл, так что извини. Иди сюда, Рюк, давай бросим кости. Сыграй с нами разок. Скучно ему. А-а-а, я не хочу. А-а-а, я не хочу. Сегодня, около 11 часов утра, в городе Йокагама, префектуры Канагава, в своей квартире был обнаружен окровавленный труп 30-летнего мужчины. Полиция Канагавы считает, что это убийство. Начато расследование. И еще. Сегодня около часа дня. В районе Сибуэ, Токио, по подозрению в избиении и последующем убийстве своей 25-летней сожительницы, был арестован Тафудзи Наоки. 35 лет. И за дня в день. Происходит одно и то же. Сплошная скука. И за дня в день. Этот мир. Гниет на глазах. Да. И теперь уравнение, в соответствии с теоремой, которую мы только что доказали... Неужели? Ты вчера был там? Только зря. Хотел деньги назад потребовать. Death Note. Вот оно взяло и просто упало. И никто до него это не подобрал. А, ну да... А, ну классно объяснили. Туда просто никто не пошел. Death Note. А в переводе с английского цитрат смерти. Инструкция. Человек, чье имя будет написано в этой тетради, умрет? Чепуха. У кого-то точно крыша поехала. Это вроде писем счастья. Отправь семь таких же и тебе повезет. Человек, чье имя будет написано в этой тетради, умрет. Смотрите. Это сильный символизм. Из тени он вышел. Из тени он пытался выйти на свет и остановился перед самым выходом. Честное слово. Со мной что-то странное происходит. И этот поезд, сейчас этот звук, это был словно рок. Ты должен знать этого человека в лицо, иначе написанное не возымеет никакого действия. Таким образом, людям с одинаковыми именами ничего не угрожает. Если в течение 40 секунд после написания имени будет указана причина смерти, так все и случится. Если причина смерти не будет указана, человек умрет от сердечного приступа. Да, это я тоже помню. После указания причины смерти, ее точные обстоятельства должны быть изложены в течение 6 минут 40 секунд. Кого-то можно сразу убить, а кого-то заставить изрядно помучиться. А шутник все неплохо продумал. Надо отдать ему должное. И смотрите, это серое существование. Напишешь имя и убьешь. Да. Как-то в это не верится. И снова смотрите. Смотрите, он снова на свету. Еще есть шанс повернуть назад. Постой-ка. А если человек действительно умрет, я же стану убийцей? Хм. Не может быть. Такое просто невозможно. Преступник, накануне убивший и ранивший 6 человек в торговом квартале Синдзюку, в настоящий момент забаррикадировался в детском саду, взяв в заложники 8 воспитателей и детей. Полиция идентифицировала преступника. Это 42-летний безработный Атахарада Куро. Я с ним пытаюсь вступить в переговоры. Атахарада Куро. Хм. Через 40 секунд должен последовать сердечный приступ. Посмотрим. Пока ничего нового не произошло. Пакует безопасный заложник. Разумеется. Это было включение с места событий. Большое спасибо за репортаж. Что вы думаете, господин Хасимота? Я же не хотелось бы, чтобы... Поиграл и все, да? Поиграл и все. Так я и знал. Ничего не случилось. Да. Кто бы сомневался. Постойте-ка. Что-то происходит. Заложники вышли наружу. С ними все в порядке. Тем не менее, спецподразделение пошло на штурм. Преступника арестовали? И он уже по другую сторону света. Внимание. Мы только что получили информацию. Преступник, взявший заложников, погиб. Преступник погиб в детском саду. Погиб? Командир спецподразделения утверждает, что его люди не стреляли. Кура понял, что загнан в угол и покончил с собой? Один из заложников заявил, что преступник схватился за грудь, потом упал и сразу умер. Сердечный приступ. Не может быть. Это совпадение. Это просто совпадение. Лай? Уже почти половина седьмого. Ты идешь на подготовительные курсы? Да. Я как раз собираюсь. Тетрадь смерти. Неужели она в самом деле способна убить? Да уж. Стоит проверить ее еще раз. Конечно, проверить лучше всего на преступнике. Но если он будет слишком известным, есть вероятность того, что его смерть будут какое-то время скрывать. А. Мне нужно сразу знать результат. Привет, малыш Илья. Кто тебе суд? Должи-ка мне пару тысяч йен. Что? Опять? Суда. Что, не хочешь? Убить его, что ли? Нет. Лучше не убивать людей, с которыми чем-то связано. Посмотрите, а какой осторожный. Нет. Хотя стоит ли из-за этого волноваться? Если внезапно умрет пара таких, как он, вряд ли меня кто-нибудь заподозрит. Смотрите, а. Нам теперь есть на что разгуляться. В Ракии, завтра у нас вечеринка с мальчиком. Идешь? Конечно. Да, я тоже приеду. Ама, где ты застряла? Старая вешалка вечно опаздывает. Черт возьми. Мне сейчас стольких убить хочется. По-моему, мир станет только лучше, если я избавлю его от этих скотов. Девушка! Доставишь компанию одиноким парням, а? Таку, ты супер настоящую красотку заметил? Я Сибумару Таку. Сокращенно Сибутаку. Прокатишься с нами? Садись! Нет, я не хочу. Она не хочет. Напишет, я, да. Напишет сейчас. Он сказал свое имя. Вот тут как его вот винить можно. А почему там много имен? Ужасная смерть. Есть. Получилось. Тетрадь смерти настоящая. Все. Светлый. А теперь нам пора познакомиться. Ушел светлый. Цвет, теплый и все. Парень сорвал яблоко. Перешел на темную сторону силы. Я здесь пять дней. Сижу. Пожалуй, пора пройти. Пять дней? А? Куда собрался, Рюк? Здесь, куда ни иди, ничего нового не увидишь. Я потерял тетрадь смерти. И на этот раз превзошел сам себя. Так ты же вроде обманул старика и взял себе две. Ты что, обе тетради посеял? А этого я не помню. Эй, ты хоть знаешь, где ты ее потерял? В мире людей. Что? И полетел. Было бы круто, если бы в него сыграл Уильям Дефо. А, нет, его же сыграл в одном фильме Уильям Дефо. В Netflix экранизации. Кашембар. Это был ужас. Уже вернулся? Кто-то ты рано сегодня. Да. Ты права. Рано? А? О. Хочешь узнать, как я сдал экзамен? А как же? Вот. Отлично. Высший балл. Ты, как всегда, лучше всех. Надеюсь. Я пошел заниматься. Не отвлекай меня. Ему это... Ладно. Ему... Погоди. Ты, наверное, успел проголодаться? Тебе что-нибудь приготовить? Ничего не надо. Я сыт. То, что мне нужно, со мной. Нифига себе он разошелся. Да. Короче, чувак подсел. Увлекательное занятие. Похоже, ты здорово испугался. Я хозяин этой тетради. Я рюк, бог смерти. Насколько я понимаю. Ты активно пользуешься тетрадью, которую я... Еще как. Бог смерти? Бог смерти? Я вовсе не испугался, рюк. Да. Я ждал тебя, рюк. Угу. Сначала я не поверил, что это тетрадь смерти. Что это действительно тетрадь бога смерти. Но последовав оставленной тобой инструкции, я убедился, что это тетрадь и впрямо убивает. Так что? Скажи честно, тебе удалось меня поразить. Тетрадь смерти уже не раз попадала в мир. Но обычно я ее с осторожностью пользуюсь. А ты умудрился внести столько имен за каких-то петель. Неужели тебя не пугают последствия? Я готов понести наказание, рюк. Я знал, что это тетрадь бога смерти. Но все равно делал запись. И бог смерти пришел. Что со мной будет? Ты теперь возьмешь мою душу? Ага. Ну надо же. Странные представления о нас. Ну? Я не собираюсь ничего с тобой делать. Смотрите, какой цвет. Как только тетрадь попадает в мир людей, она становится частью вашего мира. Теперь эта тетрадь надлежит тебе. Принадлежит мне? Можешь передать ее кому-нибудь другому. Но в таком случае мне придется стереть этот эпизод из твоей памяти. Значит, за то, что я пользовался тетрадью смерти, мне ничего не будет? Тебя ожидают. Продание и страх, как и всех людей, которые пользовались тетрадью. После смерти, да. А когда ты умрешь, я запишу твое имя в моей собственной тетради смерти. Но тот, кто пользовался тетрадью смерти, не попадет после смерти в рай или в ад. Вот и все пока. Короче, чувак попадет в чистилище. В пустоту. Остальное узнаешь, когда умрешь. В ванну с пауками. Айт, открой! Открыть дверь. Пойся. Что, мама? Я принесла тебе яблоки. Соседи нас угостили. А почему ты сидишь в темноте? Ты же глаза испортишь. Как это понимать? Неужели мама его не видит? Непонятно твою из... Но раньше это была моя тетрадь. Теперь ты стал ее обладать. И поэтому только ты можешь меня видеть. Ну и слышать, конечно. Короче. Дима связывает бога смерти Рюка и человека Лайта. Ответь еще на один вопрос. Почему выбор пал на меня? Нифига себе. Ты меня слушаешь? О, уважаю яблоки. Как вы их называете? Яблоки. Ответь на мой вопрос. Я вовсе не выбирал. Тетрадь случайно у тебя оказалась. А ты, наверное, решил, что ты избранный. И льсти себе. Она случайно пролетела мимо тебя. Ты случайно ее заметил. Это все игра случая. Все. Поэтому правило изложено на английском. Самым популярным в мире языке. Зачем же ты уронил тетрадь? Да еще инструкцию к ней написал. Только не говори, что это вышло случайно. Я и не собираюсь. Я это сделал от скуки. От скуки. Скуки? В наше время богам смерти нечем заняться. Они целыми днями дрыхнут или режутся в карты. Если захочешь внести имя какого-нибудь человека в тетрадь, тебя никто не поймет. Только всех расскажешь. Вносить в тетрадь имена богов смерти бессмысленно. Да? Они все равно не умрут. В общем, в обители богов смерти не принято кого-либо убивать. А вот в мире людей этим все еще любят развлечься. Вот циничные. Я смотрю, ты тут много имен. Еще как. А скажи, почему причина смерти указана только у парня, которого сбил грузовик? Если она не написана, умирают от сердечного приступа. Это самое лучшее в тетради смерти. Рюк. Я уже вписал имена самых крупных преступников. И теперь перехожу к более мелким. Почему ты их убиваешь? Таким лучше не жить. По-моему, я нашел самый эффективный способ борьбы с преступностью. Я хочу очистить наш мир. Сделать что-то полезное. Теперь я тот, кто вершит правосудие. Все-таки, почему ты решил очистить мир и вершить правосудие? А ну? Почему это произошло? От скуки. От скуки. Надоело одно и то же. Не. Сначала я не поверил тому, что написано. Чел, это шутка. Но тетрадь обладает большой притягательной силой. И я вписал имена. Притягательностью. Я убил их. Я стал убийцей. Я убил этих двоих. Человеческая жизнь. Это не шутки. Имел ли я право судить таких же, как я, людей? Я был прав. Я же думал об этом. Они портят мир. Эти подонки должны были сдохнуть. Кто-нибудь. Кто-нибудь должен это делать. Даже пожертвовав своим рассудком и жизнью. Эту мразь больше нельзя терпеть. Если бы эту тетрадь нашел кто-то другой. Смог бы он убрать из этого мира ненужных людей? Конечно, нет. Но я смогу. Я смогу. Несомненно. Только я на это способен. И я сделаю это с помощью тетради смерти. Я изменю мир. Как быстро человек может чему-то поддаться. Приспособиться. Даже самый умный человек. Прямо история Фауста. Он как будто проводит дамоколов меч над людьми с серпом. Сначала я внесу тетрадь имена самых жестоких преступников. Я хочу навсегда освободить от них мир. Чтобы они больше не могли творить зло. Когда все отпетые преступники умрут от сердечного приступа, я постепенно расправлюсь с прочими мерзавцами. Теми, кто причиняет другим страдания. Я буду это делать с помощью смертельных болезней или несчастных случаев. После этого жизнь всего человечества станет гораздо лучше. Я создам идеальное общество. Создам такой мир, в котором будут жить только ответственные и добрые люди. Да, попал. И в этом идеальном мире ты окажешься единственным злодеем. Что? О чем ты говоришь, Рюк? Я, между прочим, очень серьезный человек. Я лучший школьник Японии. Рюк. Я стану богом этого нового мира. Все-таки людям порой удается меня удивить. Да. Красиво нарисовано, к слову, я хотел сказать. Очень красиво нарисовано. Так. Ну. Что хочу сказать. Прежде всего. Повторюсь, я это аниме смотрел. Ну, уже прошло 6 лет, так что освежу немного память и перейду немного к комментариям. Во-первых, Рюк-сволочь. Рюк – это яркий образ бога, которому скучно. Такие истории, на самом деле, были очень частыми и существуют и в нашем мире. Такие истории. Например, вся античная, между прочим, такая, к слову, вся античная литература, мифология основана на том, что богам всегда было скучно. Чем ты сегодня недовольна, моя богиня? Мне известно, что ты бегаешь за земными женщинами. Ты только пьешь, веселяешься и потакаешь своим желанием. Смысл в том, что Рюк – это не просто какое-то существо, которое придумано. Это очень продуманный персонаж с очень сильным подтекстом, на самом деле. Смысл в том, что Рюк – это яркий образ эгоистичного бога. Что ж, теперь перейдем к Ягами Лайту. Короче, у нас тут школьник, который считает всех вокруг себя ниже себя. Представитель такого типа людей, которые учатся, и для них это никакого не имеет такой сложности. Он очень умный и смышленый парень. И я кое-что, между прочим, хочу добавить. Те, у кого IQ выше, чем выше IQ, тем ниже эмоциональная составляющая. Я не сказал бы, что он полностью эмоционально убит. Просто он, просто вот у него, во-первых, любопытство перебило. Вот этот момент, когда он уходил от этой тетради, он выходил на свет, но он не вышел до конца. Между прочим, это тоже отсылка к одной античной истории. Я сейчас не помню название, но один из героев спустился в Тартер, чтобы забрать девушку. И он победил, он там вроде бы этого трехглавого, трехглавого, трехглавого собаку Цербера одолел и вышел. Но он совершил одну самую простую ошибку. Одну. Он обернулся. Он все-таки повернулся. Одно малюсенькое сомнение, один случай, одна мимолетная, вот микросекундная мысль человека может полностью перевернуть всю его судьбу. Тоже очень красиво было, между прочим, это показано. Он взял эту тетрадь, но еще был шанс. Еще был шанс не сорвать этот запретный плод, которым людям трогать не категорически нельзя. Высшая сила, которому человеку не должно достаться. Но Лайт это типичный представитель, скажем так, этого греческого героя. Но что было бы, если бы этот греческий герой реально существовал вот с такой силой? Это очень классное совмещение мистики и критического реализма. И очень хорошее, сильное углубление психологии человека вот в такой нестандартной ситуации. Изучение человека, реальное изучение человека в ситуации, в которую он в реальной жизни не мог бы попасть. Но это очень круто и интересно. Это ярко показывает то, как человек может поменяться. Один раз убил, он удивился, второй раз убил. Уже осознанно. Человеческая жизнь, это не шутки. Имел ли я право судить таких же, как я, людей? И мозг его, как это всегда бывает, переключился. Он себя оправдал, чтобы мозг так устроен у человека. Мозг делает это потому, чтобы человек не был в депрессии. Я был прав. Я же думал об этом. Они портят мир. Эти подонки должны были сдохнуть. Человек вообще создан так, чтобы он оправдывал свои поступки, пусть даже они неправильные. Потому что мозг, это такой защитный механизм ума. Вот можем взять, например, концлагеря. Как это произошло, что со всей Германией это случилось? Вот что происходило в концлагерями с людьми? Но их же, с ними это делали те же самые люди. И это для них было настолько обычным и нормальным, что до сих пор никто не может понять, как это случилось. Нет, точнее, уже могут понять. Психологи бились очень сильно, чтобы это понять. Вот как может произойти такое, что в 20 веке? Такое может произойти. Вот как? И они себя не чувствовали невиноватыми ничего. Вот как может поменяться человеческая атака? И я стану богом этого нового мира. Короче, это была первая серия Тетради Смерти. Очень классная серия. Благодарю, что вы смотрели это вместе со мной. Увидимся на второй серии. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok